Приветствую вас, братья и сестры. Друзья, мы каждый месяц собираемся в такой вот торжественный день, который мы называем Вечеря Господня. И этим днём, этим торжественным служением мы смерть возвещаем. Возвещаем смерть нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот сегодня у меня такое желание поделиться с вами библейской картиной, которую мы встречаем во всех четырёх Евангелиях. И это не картина самого распятия Христа, а картина, которая произошла немного раньше, буквально за несколько часов до распятия Христа. И эта картина «Обмен Иисуса Христа на ворову» — это особо захватывающая картина. И перед нашей общей церковной молитвой я бы хотел, чтобы мы на краткое время мысленно переместились и вот встали туда, где стоял Иисус Христос, где стоял Пилат. И я предполагаю, что Варава тоже стоял по одну из сторон Пилата, чтобы мы мысленно переместились туда, где стоял этот разъярённый народ, который переосвященники и старейщины возбудили кричать «Распни!». Давайте мы станем теми свидетелями, которые были там и тихо стояли, смотрели на всё происходящее и услышали этот громогласный вопрос, который задал Пилат. Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? У кого есть Библия, я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 27 главу, и мы прочитаем с 20 стиха и ниже. 27 глава Евангелия от Матфея, с 20 стиха. «Но пересвященники и старейщины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали «Вараву». Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Иисус Христос в 27 главе Евангелия от Матфея предстаёт перед ритмским правителем Пилатом, и атмосфера перекликается криками толпы, жаждущие крови Иисуса Христа из Назарета. Пересвященники и старейщины, зачинщики этой агитации, подгоняют толпу почти до бунта, смятения. Каждый поднятый голос и каждый возглас говорят о том, что Иисус Христос должен быть распят. И Пилат находится под давлением. И он, как бы мы сегодня сказали, фактически загнан в угол. Человек, который сказал, у меня есть власть распять, и есть власть помиловать, начинает осознавать, что у него нет выхода. И власти таковой нету. Он должен вынести вердикт. Остаться нейтрально в этом случае невозможно. Оно у него просто не получится. Написано, что Пилат знал, что Иисуса предали на суд из зависти. И вот Пилат смотрит на эту озобленную толпу и произносит очень важный вопрос. Вопрос, на который обязательно ответит каждый из нас. Нейтральным остаться невозможно. Вопрос. Что мне делать? Что мне делать с Иисусом, называемым Христом? Я бы хотел сегодня отметить две мысли. Первая – это провозглашение Христа невиновным. И второе – это обмен Христа на Вараву. Итак, провозглашение Христа невиновным. Друзья, до вот этого момента Иисуса Христа признали невиновным шесть раз. Четыре разных человека. Из уз четырех разных людей было сказано, что он невиновен. Иуда сказал, что он предал кровь невинную. Ирод не нашел в Иисусе ничего достойного смерти. Жена Пилата просила его не делать ничего праведнику этому. И сам Пилат три раза говорил народу, что он ничего достойного смерти не нашел в Иисусе. И напрашивается вопрос. Почему абсолютно невиновного праведника приговаривает к самой жестокой и мучительной смерти? Друзья, вы знаете, я никогда не обращал на это внимания, но в книге пророка Исаия в 50 главе 6 стихе написаны удивительные слова. «Я предал хребет мой бьющим И ланиты мои поражающим Лица моего не скрывал От поруганий и оплеваний» Вот этого часть ланиты мои Поражающим предал Не до конца переведена оригиналом. Если братья откроют, пожалуйста, 50 глава Исаия, 6 стих. Если мы прочитаем эти стихи на английском и на языке оригинала вы увидите написано, что я предал щеки мои тем, которые вырывали бороду. Почему? Почему именно невинного человека несет такое жестокое наказание? Почему силы всего ада обрушились на Христа в день распятия? Мы порой читаем эти все известные, хорошо известные стихи и не задумываемся. Но на вопрос, почему? Почему это происходит? С невинным человеком ответ «Потому что между Богом Отцом и Богом Сыном происходил святой обмен». Святой обмен, который нам по-человечески просто не понять. Обмен всего гнева Бога Отца за грех, который был сотворен людьми, на всю невиновность Бога Сына. Обмен гнева Отца на невиновность Бога Сына. И это завет, который был установлен между Богом Отцом и Богом Сыном прежде создания мира. Именно этот завет пришел в исполнение в день распятия Христа. Вторую мысль, которую я хотел бы отметить, это обмен варавы на Иисуса. Вы знаете, ни Писание, ни история церкви не говорит нам, если варава изменил свой хорошо всем известный криминальный стиль жизни. Все, что мы знаем, это то, что он был под стражей, и его наказание за его преступление была смерть. Он должен был умереть. И само имя варава очень интересное имя. Это древнеарамейское имя, и правильное произношение этого имени – это барава. Само имя состоит из двух частей – бар и ава. Слово бар означает сын, а слово ава, нам всем хорошо известно, означает отец. И тем самым его имя, барава, означает сын отца. И вот теперь представьте себе эту чудесную картину. На глазах у всех присутствующих там перед Пилатом произошел святой обмен падшего сына, человеческого отца, на сына небесного отца. На первый взгляд, физически, нашим пониманием, это была очень страшная картина, но в духовном мире это был шедевр Божьего плана искупления. Невиновный Божий Сын взял на себя вину греха, чтобы мы, грешники, через веру в Сына Божьего получили его невиновность. Это Божий шедевр искупления. В заключение мне бы хотелось, чтобы мы все очень хорошо поняли следующее. На вопрос, что мне делать с Иисусом Христом, должен ответить каждый человек. Мы должны понимать, что это неизбежный вопрос, на который каждый из нас должен вынести вердикт. Как Пилат вынес вердикт в тот день, так и вам придется ответить на этот вопрос сегодня. Нейтральным остаться не получится ни у кого. И, друзья, прежде чем это богослужение сегодня закончится, вы обязательно приняете это решение. Останетесь ли вы тем человеком, который тихо, в молчании будет отрекаться от Иисуса Христа и ожесточать свое сердце? Или Бог по милости своей откроет вам разум понять вашу нужду во Спасителе? Что мне делать с Иисусом, называемым Христом? Вот мы сегодня слышали, как в чтении прозвучала такая фраза «Лучше было бы этому человеку не родиться». Мы всегда привыкли слышать эту фразу как «восуждение». Позвольте вам сказать такую интересную мысль. Господь пришел, чтобы помочь людям. Он был полон состраданием. И фраза «Лучше этому человеку было бы не родиться» Бог Бог знает, что в аде. Не потому, что он был там или достоин. Бог создал это место для тех, кто отрекутся от Него. И поверьте, друзья, те, кто отрекется от Иисуса Христа, лучше было бы этим людям не родиться, потому что ад очень страшное место. Что мне делать с Иисусом, называемым Христом? Ответ на этот вопрос остается за вами. И да поможет нам Бог принять правильное решение сегодня. Я приглашаю церковь помолиться, и у кого есть желание, пожалуйста, помолимся.